Они говорят, это их крик души. Сначала выживали в очереди за гемодиализ, а после того, как продав все имущество, провели дорогостоящую пересадку органа за рубежом, теперь на родине. Вновь стоят на границе между жизнью и смертью. Чтобы пересаженная почка не отторгалась, ежедневно нужно принимать так называемые иммуносупрессоры, которые снижают иммунитет у человека, а чего тот еще больше подвержен всякого рода инфекциям. Мы все возим из Турции. В Турции на 300% цены дешевле, чем в Кыргызстане. Кто должен это регулировать? Мы или Минздрав, или кто? Конечно, из нас делают челноков, которые возят лекарства, и мы видим в газетах, что вот тот-то привез чемодан лекарств. Конечно, мы будем возить. А что нам делать? Нас лекарствами в этом году обеспечили всего на 4 месяца. Остальные месяцы мы что должны делать? Если в день мы не выпьем один из необходимых препаратов, один из, то все, у нас начинается обратный процесс и просто можно погибнуть. В числе иммуносупрессоров есть так называемый препарат програф. Если в Турции он стоит порядка полутора тысяч сомов, то в Кыргызстане 4400. Из-за того, что многие уже не в состоянии их приобретать, уже сдаются. Если деньги уходят на закупку лекарств и препаратов, и некоторые экономят, самовольно снижают дозировки, результат идет отторжение. Таких у нас уже 18 человек. Некоторые вообще не принимают, но берут долг один раз, два раза, а потом даже родные скажут, дорогой брат или друг, извини, у меня тоже семья. Пострансплантационный период, можно сказать, идет практически уже до конца жизни. Но и это не все. Чтобы поддерживать пересаженную почку, необходимо регулярно сдавать анализы, чтобы врач мог вносить коррекцию по приему препаратов. И опять нужно выезжать за рубеж. Потому что таких лабораторий у нас в стране, как говорят пациенты, можно сказать, практически нет. Ради одного анализа, к примеру, многим приходится выезжать за пределы государства, к примеру, в Россию, в Турцию или в Беларусь. И это, включая перелет, проживание, обходится одному человеку где-то в размере 500-700 долларов. А еще плюс консультация врача. Точный результат анализа концентрации дает возможность врачам правильно нам корректировать эти же самые препараты, лекарства. То есть где-то надо убавлять, а где-то надо прибавлять. А вы сами знаете, что вот недавно у нас был случай, когда в пяти лабораториях по одним анализам разные анализы вышли. Сейчас в стране таких пациентов более 200 человек. Но в отделении нефрологии для них всего 5 коек. Говорят, в случае осложнения обращаться им некуда. Так называемых клинических протоколов тоже нет. Клинический протокол неужели так сложно взять у России, Беларуси? Его не надо переводить. Лекарства все те же. Раз мы там оперировались, ну не нужно придумывать новый велосипед. Возьмите их клинический протокол и адаптируйте. Нет, нас не существует. Зачем это делать? Для тех, кто живет с пересаженными органами, поддержка государства нужна как воздух. И прежде всего в деле поставок лекарств. Было бы логично и правильно, по их словам, если бы завоз препаратов Минздрав взял полностью под свой контроль, а не проводил лишь тендеры среди трех-четырех отечественных фармкомпаний. В прошлом году на закупку препаратов для людей, перенесших трансплантацию, из бюджета было выделено более 25 миллионов сомов. А если бы эти деньги, как считают члены общественного центра, были использованы рационально, их хватило бы на большее количество лекарств. В профильном министерстве признают наличие проблемы, но уверяют, улучшения в этой сфере есть. Если несколько лет назад бюджетная сумма составляла всего 3 миллиона, то эти 25 говорят большой шаг вперед. Что касается способа покупки лекарств прямо из завода-изготовителя. По словам чиновников, делать это не позволяет закон. В сентябре, когда был определен объем финансовых средств, мы провели тендер. Тендер проведен согласно закону. Закон, который работает в Кыргызстане, это закон о госзакупках. Поэтому что-то говорить, что мы прямую или должны заключить, или откуда-то брать, это абсолютно неверно. Потому что это закон. Мы не имеем права прямую заключать заводом и получить. Кыргызстану, конечно же, уже давно пора развивать свою систему трансплантации органов. Члены центра говорят, если в зарубежных клиниках операция стоит в среднем до 30 тысяч долларов, у нас в стране она могла бы стоить на порядок дешевле. И тогда многие из тех, кто выживает сейчас за счет гемодиализа, могли бы иметь шанс на новую полноценную жизнь. Ванас Ачгитов, Нурбек Капаров, НТС.